Как часто бросив повседневные дела, мы отправляемся к природным красотам, и многие из нас могут похвастаться тем, что видели все достопримечательности своего родного края. Только одних озер на территории Тибердинского государственного заповедника 157. Съемочная группа «Вести» решила отправиться к самым живописным озерам Карачао-Черкесии – Бадугским, об истории образования которых до наших дней дошла красивая древняя легенда. Какая, расскажет Светлана Акбаева в нашей постоянной рубрике, посвященной 25-летию Карачао-Черкесии. Наше путешествие к живописнейшим Бадугским озерам начинается именно здесь. Как говорят эксперты, дорога не очень сложная и подойдет для новичков. Ну что ж, проверим. Наш поход начинается. С погодой нам повезло, ведь предстоит большой путь. Общая протяженность маршрута около 9 километров. Прежде всего нам необходимо пройти по длинному подвесному мосту через бурный горный поток Тиберды. Затем пропускной пункт и начало экотропы – 1400 метров. А поднимемся мы почти до 2000 метров над уровнем моря. Нашу съемочную группу возглавляет ведущий специалист администрации поселка Домбай Каил Исаков, который имеет большой опыт восхождения. Он дает ценные рекомендации. Во-первых, нужно заранее сообщить о предстоящем походе в спасательную службу, которая находится на территории Домбая. Важно подумать и о профессиональном гиде. В пути же важно соблюдать дистанцию и правильно дышать. К примеру, раз-два вдохнули, три-четыре или три выдохнули. И всегда одинаково дышим, для того, чтобы поступал нам кислород в организм. Надо отметить, что все это территория Тибердинского государственного заповедника – охраняемая зона. Лозунг «Берегите природу» в этих заповедных местах приобретает особый смысл. Любое вмешательство человека неприемлемо. Запрещено сжечь костры в неположенных местах, сорить, рвать цветы и ягоды. То и дело на пути встречаются туристы и даже совсем юные из разных уголков нашей огромной страны. Я на Бадугских озерах был несколько раз с ночевками, без ночевок. Вот теперь решил семью туда тоже вывезти. И вот мы добрались до красивого места, где сливаются в едином порыве горные и шумные реки Хаджибей и Бадуг. Вода кристально чистая, ее хочется пить снова и снова. А вот и первое озеро. Оно самое маленькое и неглубокое из каскада горных Бадугских озер. Его дно покрыто гранитными глыбами. Рыба здесь, как, впрочем, у других Бадугских озерах не водится. Как говорят эксперты, этим природным достопримечательностям около 200 лет. И возникли они в результате таяния ледников. Тропа от первого озера к второму и третьему, площадь которого 2,5 гектара, бежит сначала правым берегом реки, а затем по естественному каменному мосту перебирается налево. И вот, наконец, самое большое по площади, самое глубокое, третье – Бадугское озеро, которое, как и остальные, спряталось в ущелье среди густого леса. Правду говорят, что Бадугские озера находятся в так называемой зоне спокойствия. Хочется просто сидеть и впитывать богатую энергетику этого места и, конечно, фиксировать удивительную красоту на телефон или фотоаппарат. Самые смелые еще и решают искупаться в горной ледяной воде. Почему же озера названы Бадугскими? Легенда гласит, что когда-то очень давно полюбили друг друга девушка Бадуг и юноша Хаджибей. Но родные были против их отношений. Тогда молодых вывели к разным перевалам и перевязали к огромным камням. Плакала Бадуг, не видя милого. Плакала так горько, что ее слезы образовали горный поток Бадуг, давший начало всем Бадугским озерам. Бестильный что-либо предпринять плакал и Хаджибей. От его слез родилось огромное Хаджибейское озеро, которое находится тут же неподалеку. Вот такая красивая легенда, которая рассказывает об удивительном уголке нашей прекрасной Карачаевой Черкесии. Наконец мы добрались до третьего Бадугского озера. Наш маршрут занял три часа, но это того стоило. Картина, которая открылась перед нами, просто чудесная. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что мы были на Бадугских озерах. А вы, наша команда, уставшая, но довольная, Светлана Акбаева, Алибастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Бадугские озера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова